Телекомпания «Вид» представляет. Москва – огромный город. И для многих из тех, кто уже давно привык считать себя москвичами, она начиналась с вокзала. Вот так когда-то сюда приехала моя героиня, еще и не представляя, что ждет ее впереди. Впрочем, ей казалось, что все она рассчитала заранее. Но судьба посмеялась над ее расчетами, скомкала их и развернула такое полотно, что ей и не снилось. Вот так когда-то приехала покорять Москву Людмила Чурсина. Она не собиралась быть актрисой. Она хотела строить самолеты и, может быть, даже летать на них. А вот такие были мечты. О том, что сама она станет мечтой, кумиром, что ей будут приходить мешки писем с признаниями в любви, она и не помышляла. Народная артистка, она с самого детства была застенчивым человеком. Я помню себя, наверное, где-то около трех лет. Мы жили много каких-то таких, знаете, как скворечни, деленные длинные дома. И в нашей комнате много-много людей. Почему-то всегда пахло вкусно, манной, подгоревшей, подгорелой кашей. Которой, вот знаете, иногда, когда этот запах слышу, иногда сама борю, забуду, она подгорит, я сижу и нюхаю, думаю, так, детство. Вот. А потом помню, мама работала в больнице, бабушка. И помню, как бабушка иногда приносила из больницы какие-то кастрюли с объедками. Голод был жуткий. Вот. Потом куда-то бегали на какой-то помойку, куда выливались объедки. Вообще, я золотушный ребенок была. Молока не было, поэтому меня кормили такой жовкой из хлеба через марлечку. А самое такое впечатление, от которого, знаете, я помню в детстве, во-первых, была очень жадная. Не дай бог, у меня кусочек кто-то из братьев, не братьев, а из дяди, тетей. Так это просто скандал, истерика. Когда бабушка меня брала на базар, я была маленькая, а все эти прилавки и горы лепешек, они мне казались до самого неба, каких-то блестящих, вкусных, ароматных. И я помню, как, вот что такое кружилась голова от этого запаха и от состояния, в общем-то, постоянного желания есть. И я тогда себе дала слово, когда я вырасту, я заработаю много денег и куплю вот все эти горы лепешек. На самом деле, у нее было не очень много шансов уцелеть в детстве. Милочка родилась под бомбежкой по дороге в эвакуацию. И первые месяцы своей жизни провела в эшелонах с беженцами. Отец, с самого начала войны, ничего о них не знавший, чудом найдет их с мамой в Душанбе, в Средней Азии. А потом потянутся другие дороги. И Милочка, офицерская дочка, будет переезжать с родителями из одного гарнизона в другой, менять школы, и чувствовать себя там не очень уютно из-за своей, как оказалось, слишком яркой внешности. У меня брови и ресницы были черные от папы, а волосы были такой пепельно-русые от мамы. И когда мы приезжали в новую школу, то всегда удивлялись, в общем, в таком возрасте девочка красит брови, ресницы. И я помню, как однажды в Грузии меня учительница, значит, мы ее звали Манана, ну вот она, значит, сказала, Людмила, иди помой, все умой с лица. А кран во дворе был. И вот на переменке, значит, я пошла, думала, ну мало ли чернилом или еще чем-либо. Значит, умой. И она подошла, говорит, с мылом умой, брови и ресницы умой. Вот. И вызвала маму. Ну, выяснила, что это пока что все свое было. Первой ее московской улицей стал Арбат. Она приехала в Москву из Тбилиси и поселилась у каких-то случайных арбатских знакомых. И дальше, конечно, судьба крутила ею, как хотела. На Арбате было театральное училище имени Щукина, и Чурсина легко туда поступила за компанию с подругой. Правда, проректор училища пообещала Людмиле в дальнейшем некоторые сложности. Я была крупная, русая коса. Я делала на экзамен самое свое, ну, самое платье, которое мне мама шила на выпускной вечер, муарвое. Вот такой был вырез. Мне казалось, что я просто обнажена. Декольте. И она поставила меня к стене и сказала, скажите, мама. У меня был очень высокий голос. Мама! Я пропищала. Она вздохнула и говорит, так, ваша фактура предполагает там социальную героиню. У вас очень высокий голос. Это как-то не вяжется. Вы крупная девушка, поэтому голос надо опустить. Куда? Как его опустить? Да, и потом она сказала, что у вас будут проблемы, если вы не справитесь с цоканьем, дяканьем, с акцентом, то, в общем, придется расстаться. Слышь! Ой, напужал, да, смертушку? Как же напужаешь тебя? Ты хоть телешом-то не ходи. У нас мужики кругом. Не дома, в отряде воинском. Ха-ха-ха-ха! Може мне и шо тулуп надеть и в нем полоскаться. Ну, ну че переминаешься, как Мерин? Или, мабуть, голый баба не видывал? Быстро ты, бабонька, оправилась. А ты про мой грех лучше не поминай. Не твоего ума дело. Какая печаль моё сердце холодить. У неё за плечами уже было несколько киноработ, когда она сыграла Дарью, главную героюню фильма «Донская повесть». Её партнёром там стал Евгений Павлович Леонов. И дуэт таких разных, можно сказать, несочетаемых артистов дал поразительный результат. С этого фильма началась слава Чурсиной. Хотя выяснилось это, конечно, только потом. А поначалу Леонов никак не хотел принимать её. Я помню, как Евгений Павлович, увидев меня, отступился, плеснул руками, говорит, да как же я с этой жердёла сниматься буду. Ну, и тут же я, обидевшись, сказала, если нам суждено будет вместе работать, закажите себе скамеечку. Действительно была сделана скамья, которая в нужный момент исчезала. Однажды я прихожу на съёмочную площадку, мы отрепетировали сцену, где они стоят рядышком. Потом пошла одеваться, гримироваться, возвращаюсь и вижу, на моём месте, значит, яму копают. Я говорю, что вы делаете? Копаем. Я говорю, кому? Вам. Леонид говорит, глубже, глубже копайте. Он мне отомстил. Вот я должна была встать в эту яму, чтобы как-то ростом быть пониже. Мне пора ли вам наплаваться? Мне пора ли вам наплаваться? А мне бабяночке наплакаться? И где была? По степу гуляла. Ишь, какую завычку взяла. Соскучился алькак. За режиссёра донской повести Владимира Фетина Черсина вскоре выйдет замуж и переедет к нему в Ленинград. Муж был старше её на 17 лет. Людмила бросит всё. Работу в театре Вахтангова, о которой начинающие актрисы могли только мечтать, на рождающуюся московскую известность и попытается стать идеальной женой. Тем более, что с работой в других театрах у неё как-то всё не складывалось. Но признаться в том, насколько это её беспокоит, она не могла никому. Ни себе, ни тем более мужу. Вне съёмочной площадки это был очень любящий и очень добрый человек. И скорее, даже непонятно, кто из нас старше был. Он был очень приспособленным в жизни человеком. Быть его как-то мало, так сказать, интересовал. Поэтому, в общем, всё приходилось. То есть, где хлеб покупается, какие носки одессы, с каким галстуком, где стрягутся, стрягутся, так сказать, в плане... Так что, скорее, была и женой, и матерью, и хозяйкой. У Фитина она снялась в трёх фильмах. Именно работая с ним, она усвоила одну очень важную для себя мысль. Трагедию можно играть радостно. В её собственном доме тоже назревала трагедия. Потому что муж всё чаще был в простое, и, может быть, поэтому пил. Я не могла справиться с тем, что, в общем, он иногда злоупотреблял застольем. И очень много желающих было поддержать его в этом. И много всяких было переживаний, так сказать, разговоров, давали слова. Вот. А я в это время много уже ездила, снималась. И как-то что-то... Я как-то переросла в ситуацию нашей семьи. А вы были инициатором расставания? Да. И с тех пор пьющие мужчины для меня... Это что-то... Невозможное. Она всегда мечтала об уютном доме и представляла его себе во всех деталях. У неё, несомненно, был дар обустраивать и обживать любое пространство. Но вдруг жизнь совершала едва уловимый виток, и она снова переезжала, и всё бросала, и сама маялась от неуюта. Странно. Её будто бы преследовал некий рог. Она уходила из собственного гнезда, потому что в том прежнем доме ей уже не хватало понимания и тепла. Люди и про вас говорят, что вы... Ригмата? Да. Только ведь я не верю этому. Это ведь всё просто так, чтобы людям голову морочить. Думайте, что хотите. Только бы... вас я не стала обманывать. Вы что, серьёзно верите в колдовство? У нас в роду чары. Я и сама многое умею. Олеся, голубушка, если вы узнали, как мне хочется что-нибудь увидеть, неужели вы мне ничего не покажете? А не будет страшно? Да ну, глупость. Дайте руку. Что вы хотите делать? Сказали, что не страшно. Я же, китая, это ещё, я не знаю. И так после брака с Владимиром Александровичем вдруг встретился человек, который не выпивал. Человек, который, в общем, был очень трогательным, очень внимательным, нежным. И который мне показал, что вот да, вот здесь мое счастье. А как вы с ним познакомились? Он меня подвозил, я его остановила, подвозила, когда-то спешила. В целом в машине сидит элегантный, молодой, очень интересный человек. Где-то на Ланда Луна похож. И в какой-то момент я, поскольку денег он с меня не взял, я думаю, ну я приглашу на спектакль. Вот, я говорю, оставила телефон, говорю, позвоните мне дня через три, потому что я уезжала в этот вечер. Но как-то так все время где-то, так сказать, вот в подсознании остался. Через три дня я уезжаю, вхожу в квартиру, развивается звонок. Я сразу вспомнила, потом другого, здравствуйте, Володя, это вы? И скорее, в общем, скорее я сделала предложение. Я бы так даже сказала. Недаром она сыграла Купринскую Олесю. В ней самой, конечно, были какие-то колдовские чары, которые в обычной жизни выглядели чрезмерными. Она пыталась обмануть себя, добропорядочно снова выходя замуж. И сама не верила в удачу. Мы жили у его бабушки с тетей. Они жили в такой большой коммунальной квартире. И, так сказать, они нам выделили комнату. Вот. Потом что-то как-то устроилась с квартиры, что-то поменяла, докупила, отремонтировала, как всегда. Вот. И, ну, вы знаете, как, так сказать, при всей внешней благообразности наших отношений со временем, в общем, разность все более и более обнаруживалась. Здесь уже общежитие. Вы появились сквозь запертую дверь, как Афродиты из пены. Я не торгую пиво. Сиди там. Если мне подходить ко мне, полетчик поможет. Этот тетя льтофну ушел? Да, порядочно. Тебя как зовут? Ты, наверное... Не заводи свой граммофон. И вообще, я Мерлин Монро, у меня тут же номер Ливчика. Понял? Господи, как мне все это надоело. Ты из той же крысиной породы. Допустим. А ты? А ты, видно, из тех, кто больше верит цветам, чем людям. Только не говори, что это ты сам придумал. В каждой роли, в каждом фильме она играла мечту о любви. То, что мешало ей в жизни, высокий рост, застенчивость, неуверенность в себе, все это исчезало на съемочной площадке при первом же слове – мотор. В ней как будто прорывалось тлеющее пламя. Чурсина была так хороша собой, что ей сделали совершенно невероятные по советским меркам предложения – контракт на 15 фильмов в Голливуде. Она отказалась. Вернее, ей посоветовали отказаться. И она продолжала играть социальных героинь, наделяя каждую метущейся душой и все той же мечтой о любви. После фильма «Журавушка» на фестивале в Сан-Себастьяне Чурсина получит гран-при за лучшую женскую роль. «Журавушка» на фестивале в Сан-Себастье 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 И тому очень интересные говорили. Мне было очень интересно, его взгляд на фильм, как он его, по словам, увидел, как его в себе ощутил. И, как правило, ничего не совпало, потому что у меня совсем другая реакция была на фильм. Он человек очень хорошо анализирующий, очень образованный, очень замечательный, с гениальной памятью. До каких-то ему достаточно один раз было прочесть страницу, он мог ее уже все повторить. И я помню, когда однажды мне нужно было выступать на каком-то тоже сборище, я волновалась, ходила, переживала, что говорить, все. И он тоже человек ответственный, он тогда говорит, ну давай вместе. И вот мы писали мой текст. И, конечно, текст имел успех. Он мне помог очень. А кто он по профессии был? Он был посол по особым поручениям, дипломат. И очень это ощущалось в жизни, в общении с людьми, когда он мог быть очень, так сказать, дипломатичным. Человек очень интересный, очень стихи какие-то очень грустные, но очень пронзительные писал. А вам посвящал стихи? Их развод был тяжелым для обоих. И хотя Людмила Алексеевна вспоминает об Игоре Юрьевиче с нежностью, для нее крах их любви стал, конечно, во многом крушением надежд. Она так и не научилась быть дипломатичной. Более того, она по-прежнему оставалась верна себе. Мне кажется, одиночество вдвоем – это еще более тягостное и мучительное одиночество, нежели, так сказать, сам собой. Поэтому, знаете, просто я всегда понимаю и чувствую, когда люди, как они реагируют, например, вот как я реагирую, узнавая, что Бабанова была одна, Раневская была одна. Или вот у меня есть знакомые актрисы, одинокие, умницы, красавицы, прекрасные хозяйки, талантливые, все при них. Это, наверное, сказать, какая-то своего рода какое-то равновесие. Таким образом соблюдено. Слишком много дано, и что-то должно быть не дать оно. Вам не кажется? Сколько народу? Много-много. И все чужие-чужие. И так среди них одиноко. Не знаю, может, только мне? Нет решения, как нет рецепта для счастья. Жизнь бьет жестоко, и справедливости в ней искать не надо. Но если есть у человека что-то за душой, он выстоит. Об этом знают все героини Чурсиной, потому что в первую очередь в это верит она сама и внушает свое тайное знание нам, зрителям. А уж какой ценой это знание куплено, про то нам неведомо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok